здравствуйте друзья сожалению предыдущую 27 лекция которую я читал по техническим причинам оказалось записаны очень плохо поэтому мы сегодня повторим эту лекцию итак лекция 27 ее наименование как сделать чтобы власть и народ были едины согласно действующей философии администрации сейчас относятся к государству как к обычной фазенде то есть как хозяйственной структуре призваны обеспечивать благополучие их владельца при этом роль хозяев администратора отрождествляет собой функция работников со всем населением а за порядком следят насмотрщики обязанности которых исполняют правоохранительные органы и как во всякой фазенде администраторы стремятся оптимизировать расходование получаемого государства дохода устанавливаем сколько вы выделить средств из бюджета на себя любимых на запра зарплаты пенсии людям на науку и образование медицину и культуру по сути они превратились вершителей и богатства и судеб человеческих сделать всевластными хозяевами всего и всего и крайне наивно полагать при том что при таком положении вещей ситуация в государстве начнут начнет улучшаться у прав качества управления повысится люди начнут жить нормально и чувствовать себя хозяевами на земле они просто какими-то исправными во многих вопросах существовало и так на самом деле государство представляет собой объединение граждан проживающих на его территории созданное ими для обеспечения их благополучия поддержание порядка и справедливости то есть люди создают объединяются в государстве не просто так чтобы служить этой какой-то отдельной структурой а для того чтобы она обеспечила их собственное благополучие в противном случае государство не имеет никакого смысла в рамках данной идеологии государство обязано создавать условия для самореализации граждан обеспечить их права и свободы способствовать их воспитание образованию повышение культуры этики и нравственности совмещать интересы различных социальных групп отдельных граждан коллективов и общества сохранять обычаи и культуру всех наций и народностей поддерживать их социальную информационную безопасность государство обязанно это делать развивать науку и образование здравоохранение сохранять ареал проживания людей совершенствовать инфраструктуру труда и быть поддерживать правопорядок создавать условия для самоорганизации общества и всех его служб на принципах народовластия для всемирного повышения общественной производительности и жизненного уровня населения именно эти функции обязаны исполнять государство служить они люди должны служить каком государстве граждане представляют собой не субъект административного управления а являются творцами собственного счастья и общественного благополучия они сами решают как им жить и трудиться и нанимают чиновников для обеспечения и того и другого чтобы они служили народу а не власть в нем не народ призван работать на администрацию а она обязана способствовать его благополучию когда могущество государства и жизненный уровень всего населения в том числе и самих чиновников увеличится в разы об организации такого административного управления то есть человек это не царь природы не пуп земли а органичная часть вселенной призвана исполнять предназначена ему богом функции то есть человек есть олицетворенный долг из послания святых отцов при этом отметим что если производственные условия окажутся таковыми что главные функции организации становится польза а не доход тогда можно организовать его так что интересы человека коллектива и общество начнут совпадать если доход это сделать невозможно и в таком случае проблема гармонизации производственных общественных отношений будет разрешаться автоматически и уже нельзя будет удовлетворять личные амбиции за счет коллективного или общественного благополучия это с неизбежностью приведет гармонизации всех властных структур сделает обоснованной всю систему отбора водвижения подготовки и ротации администрации лидеров как это можно осуществить на практике итак здесь высказано следующее утверждение что главное в организации административного аппарата прежде всего лидера является два фактора а именно системы выборов назначений и второе каким образом и сколько они получают за свой труд таким образом проблема гармонизации административного управления заключается прежде всего в усовершенствование системы назначения и отстранения от должности а также оплата труда руководителей всех уровней говорим о каждом из этих факторов в отдельности итак выборная система решение проблемы наделения властью далеко искать не надо оно подсказано опытом наших предков в самом деле в древние времена лидер разбирался всеми дееспособными членами племени коллективы были небольшие все знали друг друга и понимали кто на что способен поэтому все решалось просто будь начальником над нами и о нас заботься извили свои книги в этих условиях вожди как правило оказывались самыми мудрыми многоопытными храбрыми и нравственными членами племени и пользуясь заслуженным авторитетом формируя таким образом весь облик существовавший тогда власти они не могли игнорировать избирающих людей и должны были работать добросовестно решать решать не собственные проблемы а общественные иначе их смещали и наказывали именно так формировались касты жрецов Египта религиозно этические секты Индии и Китая отбирались мусульманские суфии славянские волхои и другие и многовековая практика данного принципа отбора лидеров общества полностью доказала его высокую надежность и эффективность устойчивость против всякого рода внешних и внутренних капризмов воздействий и всегда обладала самым высоким из возможных качеств обладаемых таким образом как пример чтобы быть допущенным в орден дроидов кандидат должен был происходить из хорошей семьи обладать высокими моральными качествами не иметь вредных привычек и помыслов пока он не подвергался искушениям испытаниям на силу характера не давал соответствующих клят ему не доверялась никакая власть не появлялись никакие значимые секреты и только пройдя последовательно все шесть степеней ордена с их системой проезжуточного отбора жрец достигал степени главного друида или духовного главу а на последней стадии что очень важно его избирали самыми знающими умные и порядочные члены наиболее высоких степеней иерархии причем кто властью наделял тот имел право ее и лишать все логично власть рассмотрим как вот такой принцип можно реализовать на практике и для этого рассмотрим дерево организации административного аппарата я уже не раз демонстрировал дерево организации и еще раз повторяю это самая оптимальная форма любой организации любая структура на земле в конечном итоге регулируется именно вот на нижнем уровне простые люди они избирают из своей среды своих руководителей те начинают работать исполняя свои обязанности при этом из своей среды избирают самого опытного члена следующий уровень и так далее до самого последнего главы государства данную избирательную систему можно считать многоступенчатыми выборами однако в отличие от существующих ее форм в ней избираются не выборщики а руководители всех органов власти от местного самоуправления до районного областных региональных структур и высших местное управление региональное ну и так далее а они уже из своего состава обращаю внимание формируют вашестоящие органы власти назначают свой исполнительный аппарат и таким образом стройность единства всех эшелонов власти устанавливается распределением их функций и прав в соответствии с деревом организации административных служб так таким образом при многоступичном последовательном отборе руководящих деятелей представители или исполнители органов власти они избираются населением по уровням на первом из них избиратели делятся на группы в которых люди знакомы друг с другом или могут воспользоваться мнениями тех кому доверяют например в деревне все и всех знают понимают кто на что способен а поэтому при свободном выборе своих представителей или местных руководителей и собственном среде они приезжих московских деятелей обмануть их невозможно таковыми могут быть также жители небольших селений крупных домов их групп или объединений здесь происходит первичный отбор наиболее достойных обладающих нужным опытом кандидатов и от всех всех тех кто не пользуется общественным доверием не умеет или не способен представлять коллективное общественное мнение защищать их интересы служить во благо народа а не властвовать очевидно что при таких выборах ни деньги ни административный ресурс ни пиар технологии уже не будут иметь силы поскольку решения принимаются людьми в полной мере информированными о том кого и для чего они выбирают понимающими насколько они от этого зависят не вслепую а осознанно ни психически больные и не способны работать на общество ни пьяницы ни демагогии популисты коррупционеры или их марионетки доверием наделены не будут а если вдруг такие через нижнее сито власть все-таки просочатся на пути встанут следующие преграды избранные таким образом руководители нижнего сна формируют местные или муниципальные органы власти и в них путем совместных дискуссий общей деятельности или иного изучения друг друга опять-таки повторяю из своего состава избираются выборщики более высокого ранга например местного или районного то есть иначе говоря чиновники более низкого ранга сами избирают чиновники более высокого ранга из своей собственной поэтому на втором избирательном уровне требования усложняются большую роль начинают играть профессиональные моральные качества и выборщики уже оказываются более опытными информированными и интеллектуально развитыми членами коллектива и так до самого верхнего ранга административного дерева организации вплоть до президента при этом обратим внимание в данном случае происходит иерархия не только должностей но и выборщик а именно их знакомство друг с другом и их квалификации людей которые уже доказали свою возможность исполнять свои должности на всех нижних уровнях уровнях иерархии на всех сюда вышли лучшие люди если они работают плохо их тут же имеют без всяких особых условий переизбрать имеют право кто назначал тот и эти показав себя показав что они достойные руководители избирают его состава более высокий уровень состава иерархии и так далее поэтому уровень культуры избранного лица соответствует уровню культуры его избиратель это очень важно правая обязанность в такой системе власти передается преимущество снизу вверх то есть власть служит народу служит народу а не самой себе любим а контроль за деятельностью осуществляется как снизу так и сверху в многоступенчатой системе выборов реализуется как декларируемое достоинство демократии реализующий приоритет большинства над меньшинством так и преимущество жесткой вертикали власти организуется тщательный отбор претендентов осуществляется проверка их способности полноценно исполнять своих обязанностей реализуется общественный контроль за деятельностью лидеров упорядовывается процесс наделения их властью полномочиями а также лишение ими должностей когда появится наконец реальная конкуренция кандидатов за власть и чем выше будут должности тем более компетентными профессиональными и нравственными окажутся выборщики жестче условий отбора и контроля за их деятельность очень важно на предыдущей лекции я говорил о том насколько много зависит от администрации от того как она подбирается как назначаются люди по каким принципам подходом и насколько сильно зависит от этого жизнь всего общества в этом направлении всякого рода легкомыслия и просто непорядочность которая существует зачастую сейчас слишком дорого тем людям в том числе и самим тем которые такую систему реализуют это создат благоприятные условия для выдвижения истинных лидеров общества а не дутов власть получат те кто в наибольшей мере способен и готов исполнять предназначенные функции служить людям а не домогоги и популистам и рассмотрим теперь каким образом лучше всего осуществлять оплату деятельности административную службу их сотрудников и так качество организации характера деятельности администрации во многом определяется формой оплаты для этого прежде всего следует разделить производственные потребительские структуры административного управления странами потому что на самом деле функции администрации они четко делятся на две части первом зарабатываются продукты вырабатываются вырабатываются создаются а во втором расходятся естественно что там и там нужного управления должна работать и так производственная администрация к ней относится структура государства их руководителей персонал обеспечивающие деятельность предприятий производящих товары и услуги они включают в себя высшие органы управления правительства министерства ведомства плановые учреждения прикладные научно-исследовательские конструкторские образовательные организации снабженческие ремонтные транспортные фирмы и так далее то есть те организации которые создают условия для кооперации администрация всегда работает призвана работать на кооперации деятельности всех структур народного хозяйства страны как целого оптимизируют их взаимодействие и координацию при этом отметим что потенциальные возможности кооперации ничуть не уступают потенциальным возможностям конкуренции о которой говорят сейчас все полностью забывая о кооперации при этом полагается очень важно что данные структуры не должны финансироваться из государственного бюджета а обязаны сами зарабатывать себе на жизнь однако не с помощью административного рэкета правом распределять ресурсы причинять неприятности как нередко случается сейчас а путем исполнения конкретных обязанностей приносящих финансируемым предприятиям реальную пользу в этой связи заработки производственной администрации должны формироваться путем специальных выплат из доходов производственных предприятий которые они курируют создавая для них благоприятные условия оказывая конкретную помощь в их работе обеспечивание планирования производства продукции ее реализации для этого между предприятиями и ваше стоящим учреждением должны заключаться специальные договора и в них должны оговариваться не только конкретные функции которые берут на себя административные органы но также объемы и формы их финансирования причем здесь должны фигурировать не суммы перечисляемые а определенные проценты чистого дохода курируемых предприятиях а также пении премии которые будут назначаться за качество исполнениями взятых на себя обязательных отсюда если совместная работа администрации подшефтных структур окажется более продуктивной тогда их финансирование будет автоматически становиться более высоким а если наоборот пострадают все иначе говоря вот давайте посмотрим еще на дерево организации с вами и так представим что вот это вот уже не отдельные люди отдельные организации которые как я уже говорил финансируют свои из своих собственных заработков откуда еще могут все остальные брать разумеется из деятельности производственных предприятий из-за результатов деятельности поэтому часть своих доходов они должны передавать для организации следующих слов в том числе вот этих первого уровня организации эти из своих доходов которые они получают финансировать более высокопостоящие организации и так далее которые тогда формируются единства принципов походов и сформируются именно то можно назвать организацией аналогичной человеческому объявлению является для нас эталоном это позволит не только заинтересовать производственную администрацию лучше исполнять свои обязанности а также внедрить элементы рыночного отношения в деятельность административного управления и за заказчиков придется бороться и полезность доказывать оплата труда работников божественных организаций начнет впрямую зависеть результат труда точно так же как у всякого другого работающего и здесь я хочу обратить внимание с другой стороны администрация не должна служить капризу поэтому в действительности только часть оплаты их труда должна быть регулируем а остальная остальные суммы должны обязательно передаваться ваших стоящим организациям определенные проценты ну я думаю что порядка 50 процентов должны передаваться организациям регулирующим все эти ремонты и тогда не будет того что начнут помогать службы администрации когда администрация перестанет быть над общественной структурой тем распоряжающейся но ни за что не отвечающим она начнет жить по тем же законам что и все иные созидательные структуры и тогда образуется наконец сплав административного и рыночного регулирования всем хозяйством страны о них смесь я об этом выше уже говорил на самом деле только тогда когда формируется сплав двух главных инструментов управления рыночного административного вот тогда повышается производительность разум в общем немалые разы не в два в три раза при внедрении такого способа финансирования производственная администрация перестанет быть кумиром которому платят дань лишь потому что в ее руках власть деньги и возможность причинять неприятности и уже не только управление потребуется от них и его результаты действительность администрации уже будет контролироваться как вышестоящими структурами с их неизбежной предвзятостью и бюрократическими шаблонами так и всеми теми кого они призваны обслуживать кто их финансирует и от их деятельности зависит обслуживать обслуживать общественные коллективные индивидуальные потребности об этом я еще более подробно буду говорить в следующих лекциях когда буду читать курс от налогов каким службам относятся законодательные исполнительные органы власти наука и образование армия и правоохранительные органы учреждения культуры здравоохранения просвещения и спорта каким административным организациям относятся все представительные органы службы обеспечивающие создание и поддержание инфраструктуры дорог коммуникации защиты сооружений и еще многого другого то есть все то что сама не создает товары и услуги а распределяет их пользуется ими для удовлетворения нужд всех для решения глобальных народно-хозяйственных задач и может финансироваться только бюджетом в том как будет формироваться этот бюджет говорим с вами в следующем лет и тогда наиболее важным является характер оплаты труда административных работников в зависимости от занимаемых ими должностей обязанности их качества исполнения их функций как эту проблему решали в прежние времена устав от беспредела и бездоимства воевод сановников чиновников острябчук царь петр первый ознакомившись как эту проблему решают в других странах в 1722 году издал указ под наименованием табель о рангах всех чинов воинских статских и придворных основная идея табеля состояла в том чтобы создать документ который содержал бы в себе единую упорядоченную систему должностей существующих в государстве они были классифицированы описаны и систематизированы в соответствии с рангами по старшеству в нем была также представлена таблица в которой были указаны заработные платы соответствующие классам и рангам государственных служащих и это было вполне оправданно поскольку инфляция тогда отсутствовала деньги были стабильными поэтому такой способ оплаты вполне себе оправданно в наших условиях вот делать так к сожалению не удастся появление данного документа значительно упростило государственную службу сделало ее более прозрачной честной и понятной данный табель с дополнениями работал вплоть до семнадцатого года и способствовал наведению порядка в деятельности всего государственного аппарата всего у Петра Первого было 14 в современной России также существует аналогичный документ в нем представлена таблица соотношений классных чинов федеральной государственной гражданской службы воинских чинов членов юстиции и прокурорских работ в нем описаны наименования государственных служб и указаны конкретные оклады должностных лиц обращая внимание в условиях инфляции вместе с тем их величины не привязаны ни к среднему заработку в стране ни к инфляции ни к чему-либо отражающему реальное его содержание а поэтому никак не связано с положением народа с тем насколько эффективно работает оперативный аппарат получается что ты получаешь оклад вне зависимости от того работаешь ты не работаешь бездельно бездельничаешь плюешь кинет или бездарь все равно ты получаешь объемный аппарат за сумму вне зависимости от денег понятно что это не способствует работе этой части административного права в этой связи целесообразно распределить все административные должности в стране по рангам то есть иначе говоря все или иные службы должны относиться к третьему рангу другие к пятому все это к седьмому к десятому вот все службы они должны включаться конкретно в тот или иной ранг и использовать фиксированные коэффициенты умножения зарплат от ранга к рангу или аналогичному штатному расписанию предприятия привязав его к мрот минимальному размеру оплаты труда в стране согласно формуле вот формула здесь приведена обращаю ваше внимание во первых минимальный размер оплаты труда является по сути дела реликтивой все остальные должности уже имеют более высоте при этом зарплаты от ранга к ранга меняются фиксированное количество процентов это коэффициент здесь и номер ранга в этой связи если считать мрот равным тридцать тысяч рублей в месяц число рангов как в нынешнем документе пятнадцать а коэффициент увеличения тридцать процентов почему мы выбрали тридцать процентов как раз тот самый процент на которой увеличение зарплаты всегда становится заметным заметным причем вне зависимости от того если например человек получает пятьсот тысяч но переходит в следующую стадию он уже начинает получать на тридцать процентов больше а отсюда всегда сохраняется правом стимул это вот очень важно если пользоваться данными показателями тогда и формула оказывается что первый ранг это тридцать тысяч второй тридцать девять тысяч третий пятьдесят семьдесят шестой сто одиннадцать тысяч десятый триста восемнадцать тысяч двенадцатый пятьсот тридцать восемь тысяч а пятнадцатый последний один миллион сто восемьдесят одна тысяча при этом повторяю при таком распределении сохраняется заинтересованность работать лучше результат привязан к минимальному размеру оплаты труда а следовательно если вдруг происходят какие-то изменения ну например та же самая либо например дефляция либо например какие-то понимаете катаклизмы они прежде всего влияют на много точно так же можно использовать и для любой другой организации в том числе предприятия соответствующий табель рангов привязав его к минимальному размеру оплаты труда в работе как в этой связи при всяких изменениях все остальное будет меняться автоматически и сохраняться разумный стимул который дает разница между минимальным и максимальным в важный форм отклады введем итог нашему докладу и так создаются уникальные условия которые позволят стране в самое короткое время существенно повысить качество управления сократить коррупцию увеличить общественную производительность труда поднять жизнь до уровня населения и могущества государства возродить культуру и нравственность всех слоев населения будет заложена основа гармоничной системы государственной организации которые будут совмещены интересы социальных групп коллективов общества физических управляющих управляющих любого ранга и народа когда прогрессивные и нравственные ценности общества начнут внедряться не вопреки воле администрации как зачастую случается сейчас а благодаря их возникнет система гармоничной общественной организации сформироваться генетический код обращаю внимание организационной системы которые задать тренд всему остальному здесь еще остается несколько важных вопросов один из вопросов а как оптимизировать как оптимизировать расходование 5 средств внутри предприятия об этом мы поговорим в следующий период благодарю вас